В День защиты детей средства массовой информации «Край» объединил благотворительный телерадиомарафон. На страницах газеты в эфире журналисты рассказывали о больных детях, которым нужны средства на лечение. Собирать деньги помогает фонд «Край добра». Такие благотворительные марафоны стали проводить 8 лет назад. За это время помощь получили сотни молодых кубанцев, в том числе и дети, страдающие тяжелой формой сахарного диабета. Им помогли приобрести инсулиновые помпы в общей сумме на 36,5 миллионов рублей. Все это собрали неравнодушные жители Краснодара и края. Среди тех, кому помогли благотворители, краснодарская школьница Маргарита Борисенко. С ней встретилась наш корреспондент Анна Клюева. Те, кому поставили диагноз сахарный диабет, знают, что главное – научиться с болезнью жить. На помощь приходят медицинские технологии и неравнодушные люди. В этом маленьком устройстве вся жизнь и здоровье Маргариты. С ним 17-летняя девушка не расстается практически никогда. Благодаря инсулиновой помпе жить с сахарным диабетом первого типа стало намного проще. Устройство помогает поддерживать уровень сахара на нужной отметке. Да, с ней гораздо удобнее. Не нужно постоянно делать инъекции, но в плане здоровья гораздо удобнее. Болезнь вошла в жизнь Маргариты два года назад. Постоянная жажда и хроническая усталость насторожили родителей Риты. Дали анализы с сахаром 21 и попали в больницу. Для справки с этим сахаром дети впадают в кому. С тех пор диагноз диктует свои условия. Поменять образ жизни пришлось кардинально. Врачи детской краевой рассказали, как жить с диабетом. Поддерживать уровень глюкозы в крови помогает инсулиновая помпа. Это устройство необходимое, но дорогостоящее. За помощью обратились в благотворительный фонд. Благодаря неравнодушным людям фонд приобрел Рити-помпу. В случае я хотела поблагодарить фонд «Край добра» за их неоценимый вклад, за их поддержку больных деток. Поблагодарить людей, которые оказывают материальную помощь. Поверьте, вы делаете благое дело. И у девочки исчезла необходимость в 10 уколах в день. В сладостях, конечно, себя ограничивает, а вот со спортом все проще. Десятиклассница отдала 12 лет художественной гимнастике. Добилась немалых результатов. Из-за болезни из профессионального спорта пришлось уйти. Но в целом вести активный образ жизни благодаря помпе можно. Заниматься любимой гимнастикой, фитнесом, ходить в бассейн. В свободное от учебы время Маргариту дома не застать. Собственный двор тоже стал площадкой для занятий любимым делом. По мнению юной гимнастки, сахарный диабет вовсе не повод пропускать очередную тренировку. Если тебе помогает специальное устройство, ты можешь жить обычной жизнью. Маргарита, а что бы ты пожелала деткам, которым еще только предстоит помочь, которые ждут помощи? Я бы им пожелала, чтобы они не чувствовали себя какими-то особенными. И чтобы жили обычной жизнью, как и все. Это просто, это не болезнь, это образ жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!